огромный привет мои дорогие любимые друзья и сегодня мы с вами очередной раз окунемся в мир цветокоррекции на моем канале уже очень много видео посвященных цветокоррекции в lightroom а сегодня мы наконец-то с вами перейдем photoshop и я научу вас создавать луты для обработки ваших фотографий я не просто расскажу вам теорию а сегодня мы с вами создадим красивую все еще модную кофейную тонировку запишем его в лут лад илью т называйте как хотите и после этого видео вы достаточно быстро научитесь создавать собственные луты и рано или поздно ваш стиль станет вашей особенностью вашим коньком по которым вас будут узнавать зрители и другие авторы но мы не будем терять времени вы на канале арт фото life меня зовут серджио и поехали итак друзья мы с вами фотошопе и хотелось бы пару слов сказать что такое лут лут это прежде всего набор настроек прежде всего связанных цветокоррекции и со светотеневым рисунком который записывается в определенный файл и после чего уже может быть применен к абсолютно любым фотографиям и так перед нами вот такое вот изображение и давайте уже приступим что мы с вами делаем итак мы идем с вами в нижнюю панель корректирующие слои мы с вами первым делом поработаем и зеленью и выберем 1 корректирующий слой который называется микширование каналов целевой канал выбираем зеленый после чего меняем настроечки в красном канале ставим 20 в зеленом канале ставим 30 и в синем канале ставим 50 наша фотография преобразилась зеленый свет стал таким слегка желтоватым более таким кинематографичным с ним конечно еще нужно поработать и обратите внимание что вот здесь сумма цветов у вас должна быть сто процентов теперь давайте поработаем непосредственно с каждым цветом на этой фотографии мы идем с вами опять в корректирующие слои выбираем здесь выборочная коррекция цвета перед нами находятся цвета от красного до черного до нейтральных цветов белый нейтральный серый и мы сможем в каждом цвете провести соответствующей корректировки ну красных оттенков у нас здесь особо нет единственное что у нас есть кожа и давайте посмотрим как настройки красного цвета будут влиять на кожу наших моделей так вы видите когда голубой я двигаю влево у меня цвет кожи приобретает такой персиковый цвет и когда я ползунок двигаю вправо он у меня становится такой ближе к естественному что ли и приобретает небольшой такой загар давайте мы остановимся на значение где-то плюс 44 теперь посмотрим что будет с пурпурным пурпурный я бы трогать здесь не стал двумя кликами на цвет мы возвращаем ползунок в исходное положение желтый я добавлю немножко совсем чуть-чуть плюс 3 желтый в данном случае придает цвету кожи такой легкий более насыщенный оранжевый цвет и черный соответственно мы можем сделать светлее или темнее в данном случае я его трогать здесь не буду итак друзья двигаемся дальше переходим в желтые оттенки посмотрим на что влияют у нас они видите у нас тех местах где есть такие желтые пятна на зелени соответственно можем поменять давайте голубой мы подвинем право на плюс где-то 45 цвет стал более ровный пер посмотрим что будет если мы будем двигать ползунок пурпурного цвета я уберу его немного влево сам желтый непосредственно цвет я слегка прижиму и черный трогать не буду теперь переходим в зеленые оттенки и поработаем еще зеленью давайте мы сделаем более такой приятный так голубой минус 19 пурпурный плюс 24 желтый я подвину пожалуй на плюс 19 и черный также трогать его не буду давайте мы с вами вернемся в желтый канал и я здесь прижму немного желтый сделаю его более такой вот нейтральный вот такая фотография мне уже нравится больше больше мы с вами цвета здесь трогать не будем хотя можно с каждым цветом поработать отдельно можно поработать отдельно с кофточкой но меня такой цвет вполне устраивает я трогать здесь ничего не буду добавляем следующий канал теперь друзья самое интересное давайте мы с вами выберем карту градиента неважно какой у вас выпал цвет кликаем один раз вот сюда на градиент выпадает у нас вот такое вот окошко и здесь мы видим слева у нас темный цвет справа светлый цвет слева отвечает цвет за тени справа отвечает за светлые участки давайте мы кликнем два раза вот на этот левый ползунок у нас выпадет с вами вот такая вот палитра цветов мы с вами опустим ползунок на свет такой вот красновато оранжевый дальше друзья теперь давайте мы с вами перейдем насыщенность насыщенность мы трогать с вами не будем переходим вот сюда буковка by это означает светимость bright и мы двигаем вниз посильнее чтобы получить темно-коричневый цвет такой цвет шоколада давайте я его скопирую отсюда кликаем ok теперь переходим светлые оттенки вот сюда в нижнее окошко control в я вставляю этот цвет у нас он стал абсолютно такой же но нам нужны светлые оттенки этого же цвета поэтому мы переходим вот сюда вверх кликаем вот здесь светлых участках левой кнопкой мыши наш цвет преобразовался кликаем окей и так у нас получилась вот такая вот карта градиента темно-коричневый кофейный шоколадный цвет темных участках и в светлых участках светлый бежевый цвет который имеет изначальный код такого же цвета как и в тенях и соответственно плавный переход поэтому и называется это градиентом и так друзья кликаем окей теперь меняем слой наложения на умножение получаем вот такую достаточно интересную тонировку передавайте я непрозрачность слоя подвину где-то примерно на 65 фотография моя стала слишком контрастной давайте мы это немного поправим выбираем новый корректирующий слой кривые центральную точку потянем немного вверх сделаем фотографию посветлее теперь давайте мы добавим еще один корректирующий слой такой же кривые здесь можно кстати работать отдельно и выставлять соответственно сколько угодно корректирующих слоев с кривыми и каждый будет вам добавлять определенное какое-то действие в lightroom и такого нельзя здесь такое делать можно давайте мы точку черного слегка поднимем вверх сделаем немного воздушное наше изображение средние тона прижмем и я сделаю такую еле заметную с образную кривую для того чтобы придать контрастности нашему изображению и светлую точку я пожалуй буду двигать не вниз а подвину наоборот немножко влево вот таким вот образом я это делаю для того чтобы белое платье моей модели стало такое гламурное блестящее такой яркий сочный белый цвет давайте теперь дальше перейдем красный канал и я пожалуй здесь зафиксирую среднюю точку и вот здесь вот средних тонах подвину немного вниз добавлю таким образом легкие циановые оттенки и теперь перейду в синий канал я хочу сделать фотографию немного холоднее днях и я возьму точку черного подниму немного вверх вот ведь у меня появляется такой винтажный интересный эффект здесь я точечку рядом прижму и центральную точку поставлю примерно на середину вот таким вот образом давайте посмотрим было стало я сделал фотографию немного похолоднее и мне такой баланс холодных оттенков в тенях и теплых оттенков цветах нравится гораздо больше и теперь вот друзья самое главное что я вам хотел показать мы собственно говоря работу закончили но прежде чем сохранить лут теперь друзья давайте мы с вами сделаем вот что мы кликнем и активируем корректирующий слой карта градиента перенесем его вот сюда потянем на пустой слой у нас появится копия давайте выключим нижний слой кликнув ее я вызову вот это вот окошко и теперь друзья мы кликаем вот сюда на и невую область появляется палитра и смотрите что мы с вами можем делать мы можем с вами передвигать вот сюда вот левой кнопкой мыши ставить ползунок и получать соответственно абсолютно любые тона которые нам хотелось бы соответственно также и в светлых участках и таким образом используя например и таким образом используя например комплементарные цвета вы можете создавать здесь абсолютно любую тонировку в данном случае я не использовал комплементарную пару я использовал единый цвет и в тенях и в светах но здесь смело можно использовать комплементарную пару то есть делать синие глубокие тени вот таким вот образом ну а в светах соответственно у нас уже есть противоположный цвет оранжевый или желтый и так друзья теперь вы поняли как создавать свои какие-то необычные дополнительные оттенки различных цветов создавать свою тонировку но мы вернемся все-таки к нашей кофейной тонировочки я удалю слой копия активируя 5 карта градиента номер один и создаем с вами лут итак друзья теперь мы идем наверх кликаем файл выбираем экспортировать и вот здесь кликаем на таблицы поиска цвета туда вы можете добавить авторские права свой никнейм свое авторское имя луты как правило сохраняют формате либо 3d или либо к юб на разницы особой тут как бы нет качество я не знаю какой у вас будет стоять по умолчанию возможно высокая или низкая ставим среднее это будет достаточно кликаем окей теперь нам необходимо пройти по пути где у нас расположены все луты для того чтобы их photoshop читал и так мы с вами выбираем диск на котором установлен photoshop кликаем программ файл кликаем adobe выбираем наш photoshop выбираем папку пресеты и здесь есть папочка 3d лут и давайте призываем какое-нибудь название ну я назову его cinema с литерой один кликаем сохранить и так друзья наш лут записался и теперь нам необходимо перезагрузить photoshop то есть мы просто его закрываем и открываем снова итак друзья у меня есть фотография с этой же фотосъемки фотосессии я ее открываю в камеру ролл делаю буквально какие-то легкие корректировки по светами пожалуй вот так вот открываю photoshop и далее друзья мы идем в корректирующие слои выбираем здесь поиск цвета у нас открывается вот такое вот окошко выбираем верхнюю строчку и у нас выпадают все луты которые стоят по умолчанию этот лут который мы с вами только что создали и сохранили вот он cinema 1 я его кликаю сюда и он моментально обрабатывает мое изображение и я могу конечно же здесь теперь поиграть непрозрачностью чуть-чуть убавить или оставить сто процентов а на этом друзья все теперь вы знаете что такое лут как его создавать как использовать карту градиента для того чтобы создавать свою какую-то любимую и неповторимую цветокоррекцию а в следующем видео мы с вами продолжим изучать луты я вам покажу как луты перенести в камеру итак друзья с вами был серджио и канал art photo life если видео было полезным не забудьте поставить лайк для меня это лучшая награда и не забудьте заглянуть в мой инстаграм если вы впервые на моем канале вас ждет подарок состоящий из двух наборов пресетов желаю вам друзья творческих высот всем пока и до новых встреч